Авиасейлз. Поиск дешёвых авиабилетов. Не получилось, нахуй. Когда-то участвовал в групповых и последний раз. Вдруг закидывает на него какую-то тёлку и начинает ебать с двух концов. Как часто ты бухаешь сейчас? Блядь, отъебись. Почему группу Ленинград оставила Алиса Вокс? Ну вот мы такие ебанаты, ну блядь, что с ними сделаешь-то? Дочь будет Юрий, Юрий будет дочь, дочь будет Юрий. Серёга, тебя месяц не было в России. Ты был в Лос-Анджелесе, да? Ну да, наверное, я не помню. Это отпуск был, да? Я делал зубы. Зубы? Ух ты. А в чём проблема со старыми была? Просто изнасилиз, я много кого кусал за свою жизнь. Поэтому какие-то зубы остались в телах поверженных врагов. Так. Пришлось ставить новые, поэтому я готов покусать ещё кого-нибудь. Тебе прям всю челюсть меняли, да? Ну и пазуху делали. Оу. Три операции, да. Сколько ты в итоге просидел у стоматолога? Часов? 25 часов, получается. А у нас мы очень часто и всех спрашиваем про бабло, поэтому я должен спросить, сколько вся челюсть в итоге тебе обошлась? Вся хуйня 250 тысяч. Рублей? Нет. 250 тысяч баксов? Да. Не, ну полёт в космос стоит 70 миллионов, понимаешь? Я же не в космос полетел, наверное. Ты будешь её страховать или нет? Не, ну там есть гарантия. Если мне кто-нибудь разобьёт ебало, да, и вылетят зубы, то мне их ставят по гарантии в течение двух лет. Так что волком, да. Я правильно понимаю, что твоя работа на первом канале завершена? Ну, раз мы с тобой снимаемся, то да. А если бы ты продолжал, то ты не имел права сниматься? Хотя, подожди, а это не первый раз? Это круче первого. Ну, блядь. Слушай, а если вот тот период, пока ты снимался, у тебя по контракту нельзя было, да, принимать участие в других программах? Не, у меня был единственный, наверное, контракт такого свойства, что я имел право на всё. Имел право сниматься на других каналах, имел право принимать участие в рекламных кампаниях и так далее. Ну, вот у Вани Урганта такого контракта нет. Твоя цитата. Я разберусь, зачем мне телевизор и использую в выгодных для себя целях. Использовал ли ты? Конечно. Объясни, в каких? Ну, мы же сняли клип «Обезьяный орёл». Потом у меня есть связи на Первом канале теперь. У тебя есть связи на Первом канале? Да, я знаю несколько помощников Вани Урганта. Прекрасно с ними общаюсь. С самого Урганта. Это не те связи. Ты имеешь в виду Константина Эрнста? Ну, почти. Почти? Почти. У тебя было общение с Эрнстом? Нет, не было. Вообще? С заместителем. С Файфмана? Нет. Как его зовут? Писарев, конечно же. Объясни, клип «Обезьяный орёл». Во-первых, что ты им хотел сказать? Интерпретируй. Слушай, я не люблю рассказывать, что я хотел сказать. Хорошо, в моём представлении. Что я хотел сказать, то я сказал. А вот далее это работа зрителя. Разбираться в том, что хотел сказать художник с большой буквы х. Я увидел в нём сатиру на весь современный сатанинский телек Российской Федерации. Правильно ты увидел, да? Ага, то есть я прав. Правильно я понимаю, что этот клип тебе снимал чуть ли не Первый канал? Именно так, да. Силами Первого канала мы сделали вот такую вещь. Слушай, а вопросов не возникало из-за того, что, по сути, ты обстебал просто с ног до головы всю ту, которую там показывают в дневной прайм-тайм? Слушай, ну ребята же все, которые там работают, они же все вменяемые, самые ироничные. На Первом канале нет чертей. Там обычные люди. Если кто-то не в курсе, Серега ввел программу, которая называлась «Про любовь». И там приходили люди со своими проблемами. Обычные люди, у которых был какой-то невероятный пиздец в жизни. Вспомни, пожалуйста, самую ебанистическую вещь, которую ты увидел в студии. То есть самую невероятную проблему, дичь, с которой тебе приходили люди. Слушай, ну обычно там проблемы у всех одного характера. В парах не умеют слышать друг друга. Вот жена что-то говорит, говорит, я вот не хочу, чтобы ты там ходил ночью туда-то. А человек этого не слышит. Нет коммуникации. Но это проблема всех. Вот мы с тобой сейчас коммуницируем. И пока получается. Но это не факт, что наша программа закончится не мордобоем. Я к челюсти за 250 косарей баксов, я просто не притронусь. Что бы ты ни делал. Я просто не смогу вернуть. Подожди, ну 250 ты вернешься в течение 10 лет, мне кажется, вполне. Ну, можно даже побыстрее. Но твои зубы – это последнее, на что бы я хотел откладывать и платить. Спасибо. Ты говорил, что в месяц получал на Первом канале как за один концерт. Примерно так, да. Ну, то есть ты получал в районе 80 тысяч евро. Я получал где-то 3 миллиона рублей. Сколько это? Это в районе 60... Это в районе 50 тысяч евро. Ну, да. Скромненько. Да. На зубы, блядь, не заработаешь. Ты согласен, что телевизор – это не твое? Телевизор, он сам, он вообще ничей, да. Потому что в телевизоре нет актуального русского языка, нет современности, нет жизни. Ты постоянно себя должен цензурировать. Это ничье. Ты же сам понимаешь, да, вот наша программа, которая называлась «Культура», да, ты же понимаешь, что мы самое интересное, что происходило, мы вынуждены вырезать. Да. А, кстати, брил, а ты брил когда-нибудь хую, нет? Ну, лобок, нет? Я в шестом классе побрил, пиздец. Это было вообще так адское. В шестом классе я прихожу, побрил, ну, блядь. Посмотрели порнуху, там бритые хуи, лобки, блядь, все отлично, круто. Я брею себе бритвой спутник, чтобы не запускал себе в большой космос этот камень. Нет, как я не стал вот этим тренером без яиц, вообще чудо, рука не дрогала. А это опасная бритва. Я неделю ходил вот так. Самое охуенное, что должно быть там, то, что торкает, то, что штырит, ты был вынужден, блядь, выбрасывать. Что должно произойти, чтобы тебе телек стал снова интересен? Ну, смотри, есть YouTube. Почему телевизор? А вот именно пролезть вот в ящик, где эфирные каналы и все остальное, тебе уже не так интересно. Не знаю. Ну, я не ручаюсь так говорить, знаю, что... Может, у меня поступит какое-то, блядь, невероятное предложение, как то история русского шоу-бизнеса, которую мы снимали на СТС. А почему это было невероятное предложение? Ну, потому что это было, правда, интересно. Я в этом секу, я в этом разбираюсь. Я в этом, так сказать, специалист. Ты... у тебя были эфиры в 90-х годах на радио. А где-то на Невском это было, да? Какая-то стеклянная будка, что-то типа того. Открытое радио. Это наши знакомые бандиты тогда решили почему-то пойти в радиобизнес. И позвонили Севычу и сказали, что давайте сделаем радио. Ну, мы и сделали. Мне рассказывали, что у вас первый эфир был чуть ли не про Филиппа Киркорова. Так и было, наверное. А что за тема была? Это был телефонный опрос. Так сказать, референтное мнение. Нас интересовало, является ли пидорасом Филипп Киркоров. И как голосовали? 98% проголосовало за то, что Филипп Киркоров пидорас. Это не я. Нас просто интересовала выборка мнения людей. Да. А в чем был мотив? Почему вы решили это устроить? Потому что это всем интересно. А тебе важно, гей он или нет? Мне совершенно нет. И на твое общение с ним никаким образом это не влияет? Нет, слушай, Филипп Киркоров, ну, совершенно не важно, да, пидорас, не пидорас, он дикий трудяга. Он делает реальное шоу, он въебывает, как буквально шахтер. И как к профессионалу, без ударения на слово «анал», к нему нужно относиться с почтением. Серег, что это такое? Да, это просто то, что не вошло в шкаф. Это из неизданного, так сказать. Это моя библиотека. Я читаю эти книжки, но это не самое дорогое, да. Вот это хуйня. Вот, блядь. Доктор Мартиц. Вот, вот. Вот эти ботинки, они, конечно, шикарные. Слушай, Серег, я слышал то, что у тебя есть пальто за полтора миллиона рублей, это правда? Я его подарил. Кому? Своему гитаристу. Ну, оно реально стоит полторашку? Да, да. Это барбиха Лакшери Виллдж. Это шуба Прада. Пойдем дальше. Мне всегда хотелось у тебя узнать. Я тут рассчитываю, насколько возможно, на максимально подробный ответ. И механику. Как ты пишешь песню? Вот ты можешь разобрать, например, на примере песни «В Питере пить». От пункта А, зарождение идеи, до пункта финального, когда она готова и ты ее записал. Расскажи, пожалуйста. Рассказываю. «В Питере пить» — это такой поэтический прием, который называется алитерация. Это то, что звучит «В Питере пить, в Питере пить, в Питере терапить». Некая мантра, вот такая форма. Когда ты придумываешь такую хуйню, следующим образом тебе нужно придумать куплеты, подводящие к финалу апофеозу «В Питере пить». Ты сочиняешь куплеты. Я давным-давно мечтал сочинить песню о стране, о географических путешествиях, так сказать, о топонимах, не как общей культуре. «А в Ростове охуенная река или церковь?» Нет, конечно. В Ростове охуенные тёлки, ну что-то такое. Ну вот, блядь, настоящий турист. Не из телевизора, а такой, блядь, реальный. Как я. Ну вот я и сочинил такую туристическую песню. Сделал четыре аранжировки, подобрал нужный темп и так далее. А всё это происходило на студии или ты вот по квартире ходил здесь и насвистывал себе? Не-не-не, блядь, это всё происходит вот так. У меня нет никакого процесса творческих мучений. Вот я не люблю мучиться ни в творчестве, блядь, ни в сексе, ну ни в чём. И вот мучение это не про меня. Получилось, не получилось, не получилось, нахуй. Песня, которую ты писал быстрее всего? Ну я сейчас быстрой песни не пишу. Быстрее всего я написал песню «Всё заебал и пиздец нахуй, блядь». Я написал в студии, потому что я понимал, что в альбоме должно быть 17 песен, а их было 16. Я не знаю, почему, блядь, должно быть их 17. Это времена, когда надо было забить альбом ещё в нужном количестве. Ну да. И в итоге сколько? Полчаса у тебя ушло? Это было моё представление, что их должно быть 17. А. Так. Никому это было не нужно. И сколько на неё ушло? Полчаса? Ну секунды. Секунда. Ну да. Песня, которую ты дольше всего выстрадовал, неделя, месяц, год. Ну он песня «Экспонат», я её хуярил где-то год. То есть ты её прям как скульптор вытачивал? Да. А что не получалось? Что не… Ну всё получалось, просто меня не устраивало. А в первых вариациях был текст другой, музыка? В первых вариациях вообще текст был припев только, куплета не было, не было никакого ни Серёги, ни Ван Гога. Была другая локация, то бишь это было вообще всё происходящее не на выставке. И на даче, сидя, я придумал эту выставку, привёз этот текст на студию. Мы записали первую аранжировку. Она была абсолютно минорная, без мажорного припева. И так вот, ну где-то за год мы её собрали вот в то, что она получилась. Это Чилищев. Вот, вот, Чилищев. В декабре этого года его продали на аукционе Сотбис за полтора миллиона фунтов. Ну, надеюсь, не эту картины. Это копья? Нет, нет, это не продаётся. Это мне бабка подарила на дне рождения. Бабка – это прекрасная Матильда Шнурова. Юрий будет тут, тут будет Юрий. Как ты сам объясняешь популярность ансамбля Ленинград? Почему всё так охуенно получается? Ну, энергия, потому что... Потому что никто не транслирует, не может выдать праздник. На праздник дефицит, да? Да. Ну, ты же понимаешь, да, вот когда ты смотришь тот же самый первый канал в новогоднюю ночь, ты понимаешь, что это не праздник. Это такая симулятор, симуляция. Немножко восковые фигуры такие. Да, праздник он другой. Вот Ленинград – праздник. И мы, блядь, этого не стесняемся, не скрываем. Да, мы такая вот праздничная группа. Единственная в России, как, впрочем, и в мире, наверное, найдётся немного таких аналогов. Ну, наверное, и Сидиси, да? Тоже группа праздник. Такой апокалиптический. В августе 2016 года я был в Венгрии на фестивале «Зигит» на вашем выступлении. Блядь, я тоже был. Фестиваль «Зигит», если кто-то не в курсе, это один из главных европейских фестивалей рок-музыки. И вот смотри, моя эмоция. Я, безусловно, немножко сентиментален, но тем не менее. На параллельной сцене херачит группа «Мьюз», мурлыкает, точнее, группа «Мьюз». И тут выходит ансамбль из России, который собирает несколько тысяч людей вокруг сцены и хуячит праздник. Я, как сентиментальный человек, испытывал гордость в этот момент. То есть для меня это был особенный концерт Ленинграда. Я был на многих. Что для тебя выступить на таком фесте? Слушай, ну мы выступаем там с 2002 года, поэтому... Ну не каждый год всё равно. Почти каждый. Вот каждый. Зигит – это как дом родной, поэтому для меня это уже не новость, что под Ленинград колбасятся многие европейцы. Это нормально. Ну а под кого ещё? Ну представь там в том же самом контексте, да, представь группу «Сплин». Ну, блядь, ну, сука, ну, скучно. Да. Мне всегда было интересно, за такие фесты платят деньги? Да. Сильно меньше вашего обычного гонорара? Ну, я не знаю. Конечно, сильно меньше. Но мы дошли до того, что на «Зиките» нам платят 20 тысяч евро. Что по русским меркам это какие-то... При этом вы туда, насколько я знаю, летели чуть ли не частным самолётом? Бабы летели частным самолётом, я летел общим. А почему ты так с девушками поступил? Ты джентльмен? Ну, потому что тёлки должны ощущать себя звёздами, мне кажется. В этом году Ленинграду 20 лет. Давай вспомним худший день в истории ансамбля Ленинграда. Худший день? Да. Ну, он ещё впереди, когда я объявлю о закрытии. Ну, он был уже. Я объявлял о закрытии в 2008 году. Это было как раз сентиментально. Все, блядь, практически плакали. Москва. Где же ещё закрываться, да? Гостиница «Риц». Я всех позвал, сказал, всё, пизда. Это был последний концерт. Всем спасибо, до свидания. А концерт для кого-то давал в Рице? Частная вечерина? Ну, наверное, я не помню. И позвал ты всех в номер? Да. Что вы сделали там? Ничего, там был Вася Уткин, там был Семиляк. Мы открыли бутылку Макалана за какие-то, блядь, невероятные по тем временам 40 тысяч рублей. Выпили и, естественно, не заплатили. Не заплатили? Конечно. Почему? Ну, потому что, блядь, потому что мы панки. Подожди, ну, объясни мне. У тебя же есть бабки, почему ты не заплатил? Блядь, ну это жест, это культурный жест. Мы заканчиваем историю, мы не можем платить. Когда ты заканчиваешь историю, у тебя нет денег. То ли у Ленинграда, то ли у группы, которая предшествовала ему, была песня «Мыться, купаться и в жопу ебаться». Да, да, да. Объясни, что это за хит, который немножко меня прошел. «Мыться, купаться, в жопу ебаться» – это песня, адресованная Барри Алибасову, на тот момент главной фигуре российской поп-сцены. «Поп» с большой буквы «ПП». Сцены, да, она не вышла, о чем я сожалею. И хотя она была написана в 96-м году, я думаю, если бы ее, конечно, крутили по Первому каналу в 96-м году, это был бы взрыв. А почему она была адресована? То есть что произошло? У вас был конфликт или вы просто посыл такой сделали? Нет, 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 это просто наблюдение. А вот эти строки, они описывали какой-то смысл жизни Барри Алибасову, да? Нет, эти строки просто описывались ситуацией в стране. А вот это кто такой? Это, видимо, я. Фан-арт. У меня дочь рисует, в принципе, ближе. Вот гораздо интереснее то, что ниже. Так, бурбон? Нет, это наливки армянские, присланные, как ни странно, армянами. Мне в подарок. Юрий. Бывали песни у Ленинграда, с которой ты связывал надежды? Ты думал, что это будет хитяра? А она прям вообще прошла тихо-тихо. А я вообще никогда не думаю, что будет хитяра. Нет, не было такого. Ну, я вообще не вкладываю, никогда не надеюсь. Я от людей вообще ничего не жду. Мне, в принципе, с людьми все понятно. Это дебилы, поэтому... Подожди, ну как, ну мы дебилы, окей, а я тоже дебилы. Безусловно, то есть все люди дебилы, да? Поэтому что-то настоящее, действительное и охуенное им неинтересно. Твоя цитата. Им интересен вот дуть, блядь, программу. Вдуть? Вдуть, да. Твоя цитата. Я смотрю записи своих концертов, чтобы следить, что не состарился. А можешь чуть-чуть подробнее рассказать, зачем именно ты следишь? Вот механика наблюдений твоих. Ну вот, чтобы не запыхался, не было ощущения такого превозможения, да? Чтобы это было легко. Вот как, знаешь, ну ты же понимаешь в футболе, да? Вот когда игрок пробежал все поле и запыхался, это все понятно, что, блядь. В плохой форме, да. Что с ним пора расставаться. Ну вот за этим я слежу. А есть ли некий набор упражнений, чтобы ты себя поддерживал в концертной форме? Потому что, ну, тебя спортсменом нельзя назвать при всем желании. Смотри, набор такой. Чаще играй в концерты. Вот если нет концертов, собирай репетицию. Бесконечно занимайся вот этим делом. Ну, как в футболе, блядь. Если нет игры, играй. Все равно, тем не менее. Если не платят, играй. А на репетиции вы реально шарашите концерт? Да. То есть вполне два часа она может продолжаться? Три. Репетиция идет три часа. Я читал, что на заре Ленинграда вокруг группы крутился какой-то 80-летний индус, который именовал себя мастером тантрического секса и всем телочкам обещал 20-минутный оргазм. Ты помнишь такого человека? Был такой хуило. Расскажи. Был такой хуило. Он где-то вот так прошел по краюшку моей судьбы. Я не участвовал в этих оргиях. Хотя вот трубачи, которых я потом уволил, они поехали, конечно, заниматься вот этим великим тантрическим сексом. Но они, в принципе, и так занимались тантрическим сексом бесконечно. Они ебали всяких проводниц. Мы с звукача же лишились таким образом из-за того, что на звукаче была отъебана какая-то проводница двумя нашими трубачами. И после этого мне было дико сложно найти звукача, потому что появилась такая легенда в Петербурге, что первым делом в группе «Ленинград» на звукачах ебут телок. Это как процесс песочника. И когда я говорил, что «Не пойдете к нам звукачу», мы говорим «Нет, нет, нет, спасибо». А в чем была проблема звукача? То есть, что вы преследовали после этого или что? Не-не-не, он просто охуел, конечно, ну, блядь. Ну, представь, он едет в купе, спит. Вдруг закидывает на него какую-то тёлку и начинает ебать с двух концов. В самолётах не бывает проводниц. Из этого в самолётах есть стюардесса. Кликай по ссылке в описании, заходи на «Авиасейлс» и самые красивые стюардессы мира будут у твоих ног. А тантрический секс? Объясни мне человеку, который не настолько опытный, который рано женился. Тантрический секс – это примерно как русский футбол. Это вот когда долго-долго не кончаешь. Ага. Ну, как ты думаешь, он действительно был мастером или он просто наебал? Да хуй его знает, я не знаю. Лучший секс в твоей жизни? Ну, он ещё впереди, конечно. А из тех, что были? Ну, я не знаю. Ну, а что ты предлагаешь мне описать? А в этой ситуации я ж не писатель, да? Хотя это, конечно, гениальный вопрос. И жалко, что его не задал Познер. Я бы ответил. А мне не ответишь? Нет. Ну, для тебя это будет, знаешь, так вот, ну, совсем больно. Поскольку из зубов у тебя за 250 нет, ещё и секс будет охуенный. Не надо. Я детей не калечу. А лучшие свидания в твоей жизни? Я не знаю, ну, с бабкой, наверное. С моей. Бабка – это прекрасная жена Сергея Матильда Шнурова. А где? Это был берег моря или это… Нет, это был парапет круглого канала. Было в гримёрке, она вошла, и я понял, что вот эта мадам должна принадлежать мне. Что пошло не так с Владимиром Познером? Я сразу скажу, что Владимир Познер – красавчик. Я вошь в сравнении с ним, но с ним явно что-то пошло не так, когда ты пришёл к нему в гости. Слушай, ну, у него было некое предубеждение, это не журналистская позиция, на мой взгляд, да? Когда тебе неинтересно разобраться в человеке, а у тебя есть представление, и тебе нужно его реализовать. Ну, то есть, история была в том, что он просто предъявлял тебе претензии, и всё? Не, ну, у Познера же вообще, понимаешь, такая журналистика такого свойства, да? Когда ты бросаешь цитату, которую человек сказал, там, 10 лет тому назад, да? Ну, вот мы же в жизни произносим много всяких слов, да? Ну, там и своей бабке, я там говорю, иди нахуй, да? Ну, блядь, отебись, да? И после этого ты цепляешься за вот это, отебись, да? И говоришь, а что, вы не любите Матильду? Ну, и ты вступаешь, как бы, твой собеседник вступает в спор с самим собой, да? А Познер в позиции Бога, он как бы надо схваткой, а ты начинаешь спорить с самим собой, что я себе не позволил, да? Я с самим собой не хотел спорить, мне это неинтересно. И я ему немножко сломал игру, за что, дико извиняюсь, Владимир Владимирович, но не тот, о котором вы подумали. Там ты, в числе прочего, говорил про такую штуку, как эсхатологический восторг. Да, да, да. А можешь коротко объяснить нашим зрителям, кто не понимает, о чем это речь, что это? Ну, это когда вот пиздец, но такой захватывающий и ошеломляющий пиздец, да? Вот слово восторг, это что-то. Ну, ты приводил сравнение, что это когда ядерный взрыв, грибок уже разросся, но ты не боишься, а ты просто охуеваешь от восторга. Да. А испытывал ли ты такой восторг когда-либо в жизни? Конечно. Можешь привести пример? Ну, слушай, я участвовал в таких, ну, пизделовках довольно мощных, которые, когда уже там, ну, граница смерти, она буквально вот видна. И, да, ты понимаешь, что вот сейчас пиздец, но эта, сука, красивая. А на почве чего были пизделки? Национальной розни, конечно. Серьезно? Да, я шучу. При тебе убивали людей? Бывало, да. Это 90-й город Санкт-Петербург? Да. А по поводу чего? Это криминальные разборы? Или просто пьяный переплет? Нет, это, так сказать, гендерные вопросы. Не, ну я шучу. Нет, убивают людей, конечно, обычно за деньги, да, остальное смысла большого нет. Юрий будет, тоть, тоть, будет Юрий. О! Серёг, честно, я думал то, что ты выбросил эту штуку. У меня даже дети уже ей не играют, хотя у меня есть такая же... Я должен был это сделать, да, но благодаря бабке, видимо, она здесь. Человек года по версии журнала GQ. Охуеть. Охуеть, но не верьте, блядь. Юрий будет, тоть, тоть, будет Юрий. Путин красавчик? Местами, местами, да. А где, например? Ну, вот, мне кажется, что мюнхенская речь 2005 года, она была такая программная, да. Просто мало кто обратил внимания на это. Я обратил. А в чём не красавчик? Я не мыслю такими категориями, что значит красавчик, не красавчик, да. Путин неизвестно, понимаешь, то ли он управляет этим автомобилем, то ли автомобиль летит по наклонной куда-то. Неизвестно, я не знаю. Он заложник ситуации или ситуацией управляет он? А автомобиль, он, кстати, по-твоему, летит, несётся в гору или летит в Тартарары? Ну, мы же, так сказать, наследники христианской культуры, да, и эскатологический восторг, и апокалипсис, конечно, вниз. В Тартарары? Да. А твоя цитата? Народ у нас рождается с кислой миной на лице. У меня два вопроса по этому поводу. Во-первых, есть ли у тебя объяснение, почему так происходит? Завышенные ожидания. Понимаешь, у нас социальное государство, которое до сих пор не стало государством людей ответственных, да? У нас люди, по большому счёту, безответственные, они предъявляют претензии миру, да? Они все хотят что-то от Первого канала, блядь, что-то... Слава богу, что действительно, вот ты там делаешь свою программу, да, это ответственный ход. Это такая хуйня, вот нет Первого канала, мы сделаем своё. А по большинству люди, конечно же, чего-то ждут. Ждать не нужно. Нихуя вам не дадут. Мой второй вопрос был, а как это изменить? Как сделать так, чтобы кислым миной не было? Ты меняешь, я меняю. Все меняют. Ну, потихонечку. Ещё одна твоя цитата. Наша страна живёт в разных эпохах. Переведи, пожалуйста, я не до конца понял, и тебе не дали развить мысль, когда ты это говорил. Ну, смотри, у нас есть абсолютное Средневековье, да. Это Кавказ, очевидно. Ну, подожди, ну почему? Окраина Москвы. А, да. Да и в центре Москвы, да. В центре Москвы, положим, какой-нибудь условный депутат, да, пиздит жену. Это Средневековье, да? Блядь, это Средневековье, да, это происходит в центре Москвы. Это вот, это не сейчас. Так, есть Средневековье, что есть ещё? Есть наши дни. Есть эпоха модерна, да, это вот есть эпоха, те, кто социалисты, те, кто преследует модернизация, да, модное слово, было. Те, кто хотят, радеют за производство, за наращивание чего-то такого видимого, как то станки, блядь, автомобили. Это вот 20-й век, таких людей много. И есть 21-й век, это ты, который занимается там новыми технологиями. Как часто ты бухаешь сейчас? Ну, где-то каждые 5 минут, наверное, 7. Все уверены, что ты, ну, в общем, твой образ человека, который пьёт, он остался в каком-то таком далёком прошлом. Не-не-не, ребята, это всё, блядь, это, сука, каскадёры, да. Я не пью. Серёг, что здесь происходило, скажи, пожалуйста. Это была вчера встреча единомышленников, да, мы вчера вот встречались. Это было мороженое? Это было мороженое, да. Я вообще обожаю водку закусывать мороженое. А, и мовенпиком причём, да? А знаешь, как круто, они под санкции не попали, знаешь почему? Я скупил себе 8 пачек, когда санкции в августе 14-й вели, а потом только узнал, что она швейцарская. А, да. И можно было не покупать. Нет, это моё любимое мороженое, но это, блядь, не реклама. Да, реклама вот, вот, рука бога. Слушай, я не знаю, будет ли у чуваку смысл в жизни после того, как их совершенно на шару отрекламирует сейчас сам Шнур. Вопрос, который интересует миллионы людей, и тех, которые дрочат, и тех, которые не дрочат. Почему? Тех, которые подрачивают. Да. Почему группу Ленинград оставила Алиса Вокс? Ну, дело в том, что тёлки имеют такое свойство состариваться. Это, блядь, не я придумал. Это просто физиология. Если лошадь умерла, слезь с неё. В чём старость Алисы проявлялась? Ну, как, ну, в паспорте. А, то есть, именно паспорт. Она проявляется в паспорте. Ты сейчас говоришь не про характер, а именно прям про целлюлит. Ну, понимаешь, новая тёлка всегда лучше старой. Ну, это, блядь, тебе, как женатому человеку, должно быть это понятно. Да. Так. Всё. Юлию Коган ты отцепил от группы по телефону. А как расставание с Алисой происходило? Ну, Алиса сама, на самом деле, инициировала эту фигню. Я примерно предполагал, что это должно произойти. Я прогнозировал эту историю где-то за год. До момента она со мной поговорила, сказала, ну, какие-то там девичьи, хлопая крыльями бабочки, какие-то девичьи причины. Я согласился, сказал, да, окей. Ты с облегчением, судя по всему, это воспринял? Ну, я понял, что ситуация может разрешиться только так. Насколько я слышал? Ну, я понимал это, да, я был к этому готов, к сожалению. Насколько я слышал или подслушивал, точнее, там были какие-то проблемы то ли с её мужем, то ли с парнем. Был кто-то, кто очень её ревновал, и какие-то скандалы чуть ли не в гримёрке бывали. Да, но об этом говорить мы не можем, потому что Алиса это не выносит на общественное, так сказать, обсуждение. Поэтому мы это опустим. Какой ты джентль. В марте будет год, как Алисы нет в группе Ленинград. Счастья, она жива-здорова. За этот год ты хоть раз пожалел об этом? Ну, честно. Слушай, ну я об этом, конечно, жалел. Ну, было бы глупо, если бы я в человека не вкладывал столько, а потом вообще и не жалел ни разу. Но жалость это непродуктивное чувство. Я гоню его от себя и успешно. Я об этом, я вообще о сделанном никогда не жалею. Сделано, сделано. Делай, блядь, новое. Юлия Коган, по твоим словам, заводила разговор о том, чтобы вернуться назад. А Алиса? Я не знаю. Я отключил телефон, поэтому никакой... На весь год ты отключил телефон, да? Да, со мной связи вряд ли может быть. По моим ощущениям, ощущениям слушателя, не спеца, Алиса была лучшей солисткой в истории Ленинграда. По технико-тактическим действиям, как говорят в футболе. А по твоим? Я думаю, нет. Ну, Коган, конечно, сильнее. Я думаю, что и Васе сильнее сейчас. Но Василиса, конечно, по техническим характеристикам, то бишь, как-то диапазон, она, конечно, сильнее. Слушай, а я не раз слышал, и, опять-таки, как лох, я ловил себя на этой мысли, что Василиса, она, безусловно, рок-оторва. То есть она сто процентов на своем месте, выступает без белья, сосочки, все вот это прекрасно. Жжет. Сосочки ты тоже заметил, да? Да, я бы даже сказал, зафиксировал. Но, по моим ощущениям, она поет хуже. Неправда. Это обывательское, да? Не, ну, слушай, она, конечно, мажет, бывает, но это из-за неопытности. Она может не попасть в ноту, но дело-то не в этом. Дело в том, что у нее диапазон широкий, она может спеть как низко, так и высоко. У Алисы, собственно говоря, был только высокий диапазон регистр. Низкого у нее не было. А у Васьки есть и низкий, и высокий. Это круто. А далее попадание внутрь, это хуйня, это все, это дело наработки. И еще одно. Флорида. При других обстоятельствах я бы, в общем, с удовольствием добивался бы ее свидания. Я бы уйду. Да, она мне безумно нравится внешне, но по ощущениям она настолько теряется на сцене, ей как будто неловко. Мне кажется, или ты на ту же мысль себя ловил? Нет, неправда. Сейчас Флорик совершенно освоилась. Она вообще очень тактичный человек и такой тонко чувствующий. Она из другой совершенно обоймы, нежели чем Василиса. Да, но песня «Сумка» в ее исполнении звучит просто гениально. Я не хочу жить без нее, я закричу, это мое... Когда и за что тебе в последний раз было стыдно? Мне вообще стыдно за свою какую-то необоснованную, на мой взгляд, популярность. Мне по многим поводам стыдно. Вообще, все это, ну, то, что происходит и сейчас, и происходило там год назад, два-три со мной, да, это вообще повод такой, блядь, задуматься над собственной судьбой, да. В последние пару лет ты регулярно появляешься на самых разных поп-шабашах. И на рок-шабашах. Ну, рок-шабаши, понятно, там все грустно и тоскливо, а попсу русскую принято хуесосить. Есть ли какая-то вещь, с которой ты столкнулся, увидел, услышал, и которой ты готов выразить респект? То, что тебе понравилось? Слушай, вообще, русская попса сейчас набрала такую форму, такую массу, что они очень подробно работают над шоу. Это правда. В отличие от тех же самых рокеров, да. Они делают, блядь, действительно качественный продукт, да. Там содержание его, хуй с ним, да. Вот мы оставим это за скобками. Но то, что они растут, это видно. А приведи пример, что тебе понравилось? Слушай, ну ты можешь в том же самом инстаграме посмотреть, блядь, концерты никем не уважаемого Димы Билана, да, и ты охуеешь. Это действительно круто. Это круто сделано. Того же самого Филиппа Киркурова. Но обрати внимание, как это делается шоу. Это мощно. Ленинград на всех этих новых волнах и граммофонах поет живьем или под фанеру? Вот мы единственные, кто поет живьем. А, кстати, и Лепс тоже. Лепс тоже? Да. Последний раз, когда вы пели под фонограмму? Это была попытка в 2005 году. А, нет, когда мы получали премию Муз-ТВ. В 2001 году. Когда вы бросили гитары? Да. Расскажи, как это было. Я это помню, народ еще не родился, который это будет смотреть. Вы побросали гитары и просто изображали, да, что поете? Да. Ну, у нас под фонограмму, вот у меня не получается петь, потому что я сам себя вряд ли могу попасть и никогда и не пытался достичь этого мастерства. А тогда вариантов не было, чтобы спеть подруг? Да. Ну, тогда не было аппаратуры. А сейчас она есть? Сейчас при нашем статусе ты можешь, собственно говоря, всех заставить, поставить нужный аппарат. Все зависит от статуса, да. А как люди реагируют? Как, условно, Кристина Арбакайте, которая напарывалась на неработающую фонограмму, и прочие люди реагируют на то, что вы поете живьем. Они завидуют. Да, слушай, всем похуй. Если ты такой ебанат, как я, да, ну давай, давай, блядь, пусть живьем, да. Ну, вот мы такие ебанаты, ну, блядь, что с ними сделаешь? Что из чужой музыки за последнее время тебе понравилось больше всего? Диантворд и Макса Коржа называть нельзя, ты их уже называл. Дрейк. Рэпер Дрейк. Он не рэпер, ну, блядь, ну как он, там, певец души и телефонного звонка. Да. Что тебе понравилось у него? Слушай, у него очень лаконичные аранжировки, слышно, что это очень рационально сделано. Я вообще такой рационалист, да, несмотря, блядь, на еще вот это. Мне нравится мысль, которую я прочитываю в том, что он делает, да, и мысль есть. Мне нравится смена там мажора на минор, минора на мажор, и это охуенно. Я это слышу, это заебись, причем сделано это минимальными средствами. Ты знаешь, какая главная музыка русской молодежи прямо сейчас? Ну, думаю, что да. Назови. Думаю, что фараон. Ты знаешь про фараона? Блядь, а почему я должен это не знать? Не, я вообще имел в виду в широком смысле, я имел в виду рэп. Но расскажи, пожалуйста, откуда ты знаешь о фараоне, что ты слышал о нем? Что это сын футболиста, да, это мне Киржаков, кстати, рассказал, да. Не футболиста, а футбольного менеджера, да. Ты слышал хоть раз о? Конечно. Что ты думаешь об этой музыке? Она довольно странная для широкого восприятия. Я думаю, что это вот как раз в сторону Дрейка, да, но это круто. Круто? Да. Ты знаешь, что ты живешь в одном городе с самой популярной темой, опять-таки, русской молодежи последних лет? Версус баттлы, так называемые. Да-да-да, знаешь. Что ты думаешь о них? Ты оценивал, как тебе это, заходит, не заходит? Ну, я думаю, как явление, это, конечно, большое, и спорить с этим бессмысленно, да, и говорить, что это хуйня, да, там, если бы я был познер, да, я бы, конечно, сказал бы, это хуйня. Но я не познер, да. Потому что я просто смотрю количество просмотров, и мне понятно, что это мощная какая-то штука, да, которая вот существует там в параллельном для меня мире. Блиц, в конце мы задаем несколько вопросов. Отвечать нужно быстро, но не обязательно одним словом. Можно пояснять. Балтика 7 или iPhone 7? Балтику я вообще не пью, и никому не рекомендую, хотя, блядь, это антиреклама. Пейте Балтику с iPhone 7, да, вот так, и снимайте обязательно, как вы пьете. Что бы ты подарил Якубовичу, если бы пришел на программу «Поле чудес»? Я бы... Не, ну это, блядь, это большая интеллектуальная программа, я думаю, что там мне не место, я же алкоголик, блядь, ну вы что. Интеллектуальная? Да, конечно. Что хуже, съемки на Первом канале или съемки в рекламе? Все лучше. Это клево, это это? Не, все лучше, да. Я вообще, в принципе, за то, что чем больше денег, тем пиздача. Ну, жизнь как-то лучше становится. Ну, если у тебя больше денег. Ну, это не про тебя, да, это... Тебе, может, эта тема не близка. Ну, мне как-то вот, вот, всегда я считал так. Правда ли, что рекламный пост в твоем инстаграме стоит 1 миллион рублей? Полтора. Полтора миллиона рублей? Да. Есть ли хоть один рекламодатель, который платил тебе такие деньги? Да. Ну, ты ж видел огурцы. Огурчики, с Новым Годом! Водку видел. В чем смысл жизни? Смысл в жизни в том, чтобы его не искать. Когда ты участвовал в групповухе последний раз? Матильду услышать нельзя. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Я ему скажу, что хватит. Серега, это очень круто. Но нам осталось разыграть приз. У нас есть традиция, что не мы дарим приз, как тебе как-то дарили атрибуты Дарта Вейдера. Нам дарит приз наш герой. Что ты готов презентовать, для того, чтобы мы разыграли это с нашими прекрасными зрителями? Ребята, у меня ничего нет. Но у меня есть совершенно охуенная Олимпийка, Адидас. С надписью «Шнур». Не побоюсь этого короткого сука слова. Респектую и так далее. Респект вам до земли. Пацаны и девчонки, что нужно сделать для того, чтобы приобрести, не приобрести, а выиграть вот эту суперскую Олимпийку? Вам нужно в комментариях к этому видео, во-первых, поставьте лайк, ни в коем случае не забудьте. В комментариях к этому видео указать самый неожиданный синоним слову «пиздец». Это может быть одно или два слова. Не больше, но самое неожиданное. Ну дай три. Одно, два или три слова, которые будут синонимом слова «пиздец». Увидимся скоро. Серега, все, ты лучше всех. Пацаны и девчонки, мы в Петербурге, в самом красивом городе Святой Руси. И нам нужно подвести итоги нашего первого номер-уан конкурса. Если помните, у нас в гостях был Вася Баста. Он разыгрывал свой слепок. Он здесь должен у меня визуально появиться. И нужно было придумать лучший трек, который Вася еще не написал. Марат Софиулин. Не знаю, в каком городе он живет, но предложил трек с названием «Одинокий волосок на щеке». В честь того волоска, который торчал из моей щеки все интервью. Марат, я должен сказать, что ты выиграл. Если ты обратишь внимание, сегодня мы записывали нашего нового героя. И я этот волосок сбрел. А ты лучший. Я пока не знаю, как связываться с пацанами с Ютуба. Очевидно, там есть личные сообщения. Но я с тобой свяжусь. Ты лучший. Смотрите, вдуть лайки, подписки. Все это пренепременно. И у нас будут самые пиздатые герои. Россия, я тебя люблю. Марат, я не разобрался. Просто напиши мне в директ Инстаграма. Найди меня. И я тогда смогу тебе все выслать. Но это не отменяет того, что надо ставить лайки, подписываться. И тем более это не отменяет того, что Россия, я тебя люблю. Есть? Да.